В прошлом году Конго, а в этом Пхукет. Вне привязки к туризму, то модификации гриппа B, которых жителям региона опасаться стоит. О возможных осложнениях заболевания наслышаны все, ровно как о традиционной профилактической вакцинации. В 2020-м прививают с 1 сентября. Однако население привычно сомневается, вводить или не вводить. Я заболеваю. То есть вот после прививки сразу заболеваю? То есть не будете? Не буду, точно. А я каждый год делаю? Я лет 10, если не больше, не делаю эти прививки, потому что я... Я не хочу болеть. Вы каждый год делаете? Каждый год делаю. И результат какой? Вот видите, жив, здоров. И красив. Но будем считать, что так. Однажды я не сделал счет гриппа. Пришло к тому, что я заболел серьезно. У меня процесс почти воспаления легкий был. Поэтому после этого я сделал определенные выводы, что надо вакцинации делать обязательно. Благо и готовая вакцина «Сови Грипп» в лечебных учреждениях региона. Более 166 тысяч доз для взрослых и свыше 67 тысяч для детей. Объемы первой поставки, которая, согласно планам, охватит 37% населения. Потом привезут еще, но средствами одного только федерального бюджета не обойдемся. Мы призываем всех работодателей проявить сознательность и закупить вакцины против гриппа для своих сотрудников. Потому что в любом случае грипп – это больничные листы, грипп – это заболевания сотрудников, распространение заболеваний среди коллективов. Поэтому, чтобы это предотвратить, самая лучшая мера профилактика против гриппа – это вакцинация. Бесплатно посредством федеральных дотаций привьют детей и студентов, медиков и педагогов, работников транспортной сферы и людей старше 65-ти. Также в льготный перечень войдут те, у кого в анамнезе хронические недуги. Схема традиционна и едина для всех – сначала к педиатру или терапевту, и только затем в процедурный кабинет. Единственное противопоказание – это реакция на куриный белок. И, конечно же, обострение любых хронических заболеваний, состояние острых каких-то заболеваний на период. Это всегда рекомендуется повременить, но не отказываться от профилактических прививок. Вопрос, который в тренде в вирусном 2020-м. А сочетается ли прививка от гриппа с прочими, включая внедряемую в ближайшем будущем вакцину от COVID-19? Медики убеждены – вирусы не пробьют только комплексный заслон. Сейчас послабление по коронавирусной инфекции есть, и нужно максимально успеть привиться и от пневмококовой инфекции, от гриппозной инфекции. Статистика в тему. Полностью отвергают вакцинацию 2% родителей. 27% предпочитают позднюю либо выборочную вакцинацию. И, наконец, до 30% мам и пап постоянно находятся в сомнениях и колебаниях – вакцинировать либо не вакцинировать. И вот это недоверие Всемирная организация здравоохранения уже включила в топ-10 самых горячих проблем современной медицины 2020. Но в любом случае это решение индивидуальное и требует тщательного обдумывания. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, Геннадий Бухтояров, репортер 73.